Девушки отдыхают Девушки отдыхают С необычайной огненной силой, которая росла с каждым днем Шло время Полюбил однажды Дев обычную девушку Но она отказалась выходить за него замуж Боялась его силы до языка чужого, чудного Тогда Дев решил избавиться от дара Он долго искал способ, а когда нашел, вернулся в княжество Но его возлюбленная вышла замуж за другого Див настолько рассверепел, что разрушил княжество огненной силой, которую не успел остановить в себе Оставшиеся в живых люди уничтожили Дива Прогнали весь народ чуть под землю А его сестру, Дивию, заставили создать защитный купол, чтобы не впустить магию в свое княжество Купол забирал тех, кто рождался с магией И не выпускал их из княжества Десять могучих жрецов поместили Дивию в замок-ловушку, из которой она никогда не сможет выбраться А что, вошедников совсем-совсем не осталось? Ну почему? Иногда еще рождаются полукровки Но купол не впускают и не выпускают их из княжества А если почувствуют магию, сразу забирают А полукровки тоже могут нас убить? Не бойся, пока я здесь князь, я смогу защитить тебя Чуди, чуди! Смотри, смотри Субтитры создавал DimaTorzok Это и правда? Мама и папа утонули? Да, это правда. Брат попросил воспитать тебя. Поэтому теперь я позабочусь о тебе. Обещаю. Это же мамино колечко. Оно ей больше не понадобится. Ну, здравствуй, моя Несмеяна. Как твое здоровье? Как сон? Где новое платье? Ты на дне рождений. В этом будешь? Видел бы отец. Ты будущая княгиня. И должна соответствовать. Я готовлюсь. Я читаю. Сказки? Милая моя, опыт в сказках не прочтешь. Ты своим подданным тоже сказки читать будешь? В чем его преступление? Осенью зерно не отдал. Детишками голодными прикрывался. Обещал летом шкурами рассчитаться. Но и шкуры не отдал. Слова оскорбительные говорил. Ну, поведай нам, почему тебе побулашку дали, а ты так поступаешь. Зверей нет в Кайском лесу. Одни белки да зайцы. А в темном дружина ваша строится. Туда не пускают. Зверей нет. И куда же это он подевался? Слышал я. На болотах оборотни завелись. Может быть, народ чуть вернулся. Оборотни? Лана, смотри. Еще один сказочник. С такими подданными. Ты точно справишься. Будете друг другу сказки рассказывать. У нас сто лет, как в княжестве, нет этих тварей. Сам лично извел. Пятьдесят ударов плетьми. А осенью в полюдье пойдет, чтобы посмотреть, как другие дань платят. Постойте. Может, просто разреши? Дальше. Что натворила? Я в вазу разбила и чарку, когда убиралась. Почему старшая не наказала? Зачем суда привели? Она уроны за две жизни возместить не сможет. Ни кола, ни двора. А при тьме наказывать здоровьем она слаба. Два брата у нее. Наказать нельзя. Подарки не вернуть. Как же мне поступить, чтобы другим неповадно было? Лана, вот тебе не сказка, а жизнь. Давай, приобретай опыт. Как мы поступим? Плетьми накажем или в рабство продадим? Я возмещу ее ущерб. А наказание? Ты тоже за нее примешь? Нет, но она же ребенок. Она подданная. Твоего княжества. В хлев. И до осени никакого жалования. Братьев на конюшню. 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 брат ланы на праздник приедет хочет бояр своих верных ней поставить чтобы княжить помогали ты же обещала что она не станет княгиней смотри мой рот закрыт пока казна открыта придут другие бояре и сомневаешься во мне она без пяти минут на троне а ты все завтраками кормишь давно пора было ее тогда князь наместника суда своего поставит и вот ты точно останешься нищем пугать меня вздумала смотри у меня я за тобой почищаю до свидетели убираю пока ты платишь палаты не будет молчать не буду давно он знает как же уберечь лану найди ко мне старую ведунью которая мать лану постоянно водила и я думала она не смеется потому что горюет законы у нас суровые за маги либо кандалы как будто уродилась хоть корову корми жаль что у меня коровы то нет так купи а а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как хорошо, что у нас молодец набирает. Это княжна. У судьбы очень странные шутки. Что ж, выбора нет. Иначе нам в терем не попасть. Будешь женишком, раз ты у нас с людьми лучше общаешься. Первый жених, Светозар. Приветствую вас, княжна. Вы так невозмутимы. А я очень смешной. Точнее смехотворный. Вернее веселый. Я... Я... А вы знаете, почему рыба не клюет? Потому что клюва нету. Второй жених, Святослав. Я не буду рассказать вам всякие байки. А лучше, подарю вам 10 рулонов восточного шелка. И когда вам сошьют из этого шелка платье, а еще сапожки, подушки, занавески и все, вокруг будет и шелка, вы станете самой счастливой. Ведь в чем самое главное счастье? Ну, конечно, в шелке. И ты здесь тоже власти хочешь. Я пришел к тебе. Ты снова такая серьезная. Несмеяна какая-то. Не умеешь улыбаться. Если бы умела, их бы здесь не было. Лазь мне неинтересно. Не усижу я на троне. Сбегу. Убежишь со мной? Миш, какой прыткий. Я тебя даже не знаю. А у меня чувство, что я тебя давно знаю. Несладко тебе тут. Да что ты понимаешь? Рыбак рыбака. Хорошо разбираются в людях лишь те, кто много прожил. Либо сильно страдался. Из книжек узнала? Твой день рождения наступил, княжна. Поздравляю. Желаю тебе вернуть улыбку, но только без женихов. А то без нее ты похожа на сову, подавившуюся жабой. Я похожа на сову. Хорошо, хоть не на жабу. Я смеюсь. Я смеюсь. СМЕХ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верь мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Из-за тебя! Он смотрел на тебя, как на героя. Героя, который осмелился перечить мне. Я не заставлял его выходить. Ты для них пример. Весь такой бунтарь, бродяга. Так будь примером, достойным для подражания. Да твои правила уже достали меня. Кругом одни правила, правила, правила. Они меня душат и всех душат. И в конце концов, это не твои дети. И они не обязаны тебя слушаться, ведь ты им не мать. Ты думаешь, я хотела всего этого? Теперь я понимаю, почему родители тебя монстром звали. Да всю жизнь на цепи продержали. Ты опасен. Ты никогда не станешь членом нашей семьи. И никогда не сможешь позаботиться о ком-то, кроме себя. Да если бы не эти правила, нет и пещеры, здесь бы не было детей. Их бы давно уже забрал купол. Так что можешь идти отсюда. На все четыре стороны. Остынь. А ты не лезь под руку. Сколько волка не корми. Он все равно в лес смотрит. Ты должен уйти. Я позабочусь о рисунке. И я не монстр. Лана, собирайся в дорогу. Смотрите, княжна. Княгиня обещала за нее сундук золота. Мы окружаем ее и хватаем. Мужики, может не надо. Оставьте ее. Ты совершаешь ошибку. Это княжна и она опасна. Она чуть... Востроя. Может это она в опасности? Парень, иди домой. Ты не знаешь, кого ты защищаешь. Когда мы сдадим ее княгине, я дам тебе пару монет. Стойте, мужики! Стойте! Что у тебя? Что встал? Стойте! Расмоталась! Вставай! Побежали, мужики! Побежали! Здесь можно не бояться. Никто никогда сюда не зайдет. Почему ты так уверен? Горы. Мой дом. Ну и где они? Если б не ты, то точно догнали. Куда же подевались-то? Надо бы там поворачивать. Я же говорил. Да как же так-то, а? Да я бы корову на эти деньги купил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Если они поймают меня... Убьют? Нет, тогда тетушка не сможет быть княгиней. По закону нужна я живой. Она пожизненно запрет меня. Почему? Слушай, ты ничего не меняешь. Верни магию и отомсти. С такой силой можно поставить все княжество на колени. Как диф из сказки? Не хочу. Я другая. Все делаешь по закону? А разве не это определяет человека? Я подрался с дровосеками. Укрываю беглянку. Помогаю рысь прятать потомка в чуде. Я плохой человек. Что с твоим лицом? Огонь. Мне было года три, когда люди узнали, что о Барсу оборотень. Ты кошка? Барс. Снежный Барс. Вот только купол не дает нам обращаться. Что будет с Яном? Побегает, поводит и вернется. Он же дал обещание рысь позаботиться о тебе. Снежный Барс. Страшненький. Ты закрыл вход. Дети, все в подземелье. Быстро. Закрой шлюк и не выпускай никого до моего сигнала. Я их видели, я тут точно вам говорю. Давай до пещеры и близко же ее не пахнет. А следы тогда чьи? Яна схватили. Утром у него котята площади. Что? Яна схватили? Яна схватили. Его казнят утром на площади. Добегался. Ты ведь спасешь его? Я не подумаю. Ты бросишь одного из своих? А он считает себя одним из нас. Мы идем в морское царство. Прежде всего я, а ты должна думать о спасении детей. Я хочу помочь Яну. Я много чего хочу, но сейчас это глупо. Там же ловушка. Знаешь, что сделают с тобой, если поймают? Знаю. Мне страшно. Но отец меня другому учил. Я пойду в морское царство. Верну магию. Но сначала попробую спасти его. Это неразумно. Одна ты не справишься. Я пойду с ней. Пригляжу. Вдруг задумал, чего против нас. Я помню. Купа ничего мне не сделает, если я не буду разговаривать с животными. Я так понимаю, ты все уже решила. Я помогу. Верну ее живой, клянусь. Ты же понимаешь, я не могу оставить детей. Если со мной что-то случится, кто... В одной книге я читала про разбойников, как они на глазах у всех украли древнюю реликвию. Самое главное – продумать, что сделает княгиня. Я думаю... Я думаю, она использует особые кандалы, которые прячут у нас в подземелье. Они были созданы для того, чтобы чуди не смогли вырваться с помощью магии. Видать, ты ими часто пользовалась. Мы детьми в подземелье играли, чтобы княгиня не видела. Вот и нашли. Пугали друг друга. У этих кандалов три ключа. Их надо разом повернуть, иначе не откроются. Княгиня ключи стражнику и боярину отдаст. Но я знаю, как их отвлечь. Видела раз их реакцию на гостей заморских. Ладно, уходим. Кроме гадов никого. Все расчислены. Мам, мам, смотри! О тебе, ой, да милый, я тоскую О тебе, моя петь с ручьем звенит Я с ладошки на перышко подуй Ой, 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 я вам усвети Завтра попасть на ту Я пойду на грозили Только не смотрю Ты услыши меня позови Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 А ты что здесь делаешь? Тебе же больно. Помоги. Только я могу их увезти. Ничего не бойся. Надо разделиться. Я убеду остальных в лес. Без него не попадете в морское царство. Он сработает только раз. Я берегла, чтобы домой попасть. Вода. Простик. 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 КОНЕЦ Я потратила остаток своих сил, чтобы вырваться сюда хоть на минуту и самой все сделать. А у тебя остановлена магия. Так вот, почему тебя не приводили. Что ж, не прощаюсь. Вернешь магию? Увидимся. Это я. Я во всем виновата. Я позволила ей идти. На море мы успеем. Дивия сказала, что как только я верну магию, она придет за мной. Нет, прости. Я не могу идти дальше. Я боюсь. А как же, Арысь? А дети? А как же, Лана? Ты используешь ее? Я смогу защитить ее от дивий. Так же, как и Беляну? Что ты пытаешься доказать, что надо бросить Арысу? А если нет? А если нет? Готовь ей пожертвовать. Ей нельзя возвращать магию. Дивия. Темные. Все-таки забрали его жизнь. Нет. 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 Не трогай. Нет. Недорога. Я не верюся. Но еда, я не вернусь. Это я-то не верю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В тебе течет их кровь, их вера, их душа Верни магию, и сможешь защитить и себя, и всех Я ж безпотерял еще одну жизнь А жизнь последнюю, девятую Все на спасение детей ушли Она может остаться навсегда обрань Я знаю, что ты переживаешь за нее Да, она просто... И любишь Это так очевидно Я очень боюсь Бояться, это нормально Сложнее преодолеть свой страх Животный страх, что можешь не справиться Главное Вовремя взять себя в руки Встать И идти дальше Если я верну мою Ты научишь меня управлять ее Значит, ты все-таки добился своего Как ты? Жить буду А вот ты... Чем ты опять недоволен? Тем, как ты используешь Мои родители погибли при крушении корабля Я долго воды боялась Однажды сын кухарки тонул И моя служанка, которая даже плавать не умела Бросилась спасать его Сама чуть не утонула, но вытащила парнишку А я стояла и смотрела Боялась в воду зайти Отец всегда учил, что княжна должна заботиться о своих подданных Поэтому я хочу Я... Я хочу научиться перебарывать страх Хочу, чтобы отец гордился мной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю Тебе страшно прыгать в воду Но... Я справлюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это? С поверхности пришли? Да Простите, но у нас совсем нет времени С порога и сразу одели То, что делает? Вы проходите Угощайтесь Отдохните с дороги У нас тут вон сколько всего интересного Нам некогда играть в ваши игры А здесь я Решаю Кто в какие игры будет играть Дядочки Хотите попасть к водопадам запвения? Вперед Сто лет вокруг да около ходить будете? И ни на шаг не приблизитесь? Без трезубца отцовского... Моего Так что Коготочки убрали И Угощайтесь Не сердись Они хотели Обижать самого Наследника Морского царства Но Ты нас пойми Нам нужно как можно быстрее вернуть Магию Ладно Истинного потомка народа Чудем Ну ты же знаешь Про истину Про магию Ну Хорошо Я Отведу вас к водопадам Но взамен Ты Дашь мне немного своей магии Ну хоть наперсток Я слышал Чистая магия Чудей Может ускорить рост Всего к чему Прикоснется У нас есть магия Мы имплатацем жемчужины Не помешает Ну что Договорились? Может быть Может быть Семь Жемчужины Какой Хоп! Питц, Фадар! Водопады-забвение. Вас же предупредили, что они, ну, память забирают. Что? Это невозможно. Только не говорите, что никто из вас даже не подумал, почему они так называются. Я всех забуду. Смотрите так на меня. Вы просили водопады, я привел. Ими никто управлять не умеет. Ты же отец. Пойдем, найдем другой способ. Я должна. Там рысь и дети. Если я забуду про рысь, просто убеди меня спасти их, как там у реки. А что делать, если ты забудешь остальных? Возможно, так даже лучше. Я смогу начать новую жизнь. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вам бы поторопиться. Прошу тебя, не ходи. Ты же знаешь, что я все равно пойду. Одежду надо снять. Она же свободна, да? Могу в гарем свой взять. Порошенька. Маленькая наставница. Неужели вам неинтересно стоим тут? Не знаем, что там происходит? Может, ей помощь нужна? А почему они отвернулись? Это такая игра? А-а-а! Водопады забрали твою память. Но за то, что вернула маленькую наставницу, я верну тебе воспоминания. Не пытайся больше избавиться от магии. Магия и жизнь неразделимы. Что-то долго она... Ну так, вы как хотите? А я пошел, она мне магию должна... Много. Ребят, а вы? Помните, он магию с наперсток просил. Лана, ты помнишь нас? Я вернула верховной жрице наставницу, а она мне память. Поэтому я... Ты уже чувствуешь? Магия. Она как тысяча пузырьков болит в крови. Но я пока не знаю, что с ней делать. Вот и славно. Что все разрешилось, так? Удачненько. За тобой... Должок. А что я должна сделать? Я же не умею. А, это очень просто. Понимаешь, магия, она работает, как все остальные части тела. Ты говоришь ногам идти, и они идут. Просто представь то, что ты хочешь сделать. Закрой глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Па! Представь этот пузырек, полный своей магией. Марьяна? Значит, пока отец дела политические решает. Собой рискует. Ты тут за своим гаремом развлекаешься. Чего ты взяла? Я же... Я же только пришел. А кто ночью гонщик акулу угнал? Этот ни при чем. Это все... Это все рубичи. И море не ты взбаламутил. И ураган не ты вызвал. И остров не ты затопил. А Трезуйпес у кого в руках? Сестренка, ну... Ну чего ты так разошивалась? Характер, вы ли ты отец? Что здесь делают люди с поверхностей? Почему ты разрешила им быть здесь? Так, женихов тебе привел? Ты же 200 лет никак достойного найти не можешь. Вот, брат, ты позаботился о любимой сестре. Ты же... Ты же теперь ничего отцу не расскажешь? Ой, боже, боже... А-а-а! Женихи! Ты что делаешь? Это же живые люди! О, защитница! Как мило! Вот ты-то мне и поможешь. Как думаешь, кого из них женихом оставить? Оба хороши. Выбрать затрудняюсь. Что со вторым будет? Я. Дочь морского царя. За меня боролись многие, но выживал всегда только один. Не я создавала правила. И не мне их нарушать. Но они же не борются за тебя. Ну, их же двое. Выбирай. У тебя всего одна минута. Иначе сама выбор сделаю. Спасай мелкого. Я лучше умру, чем проведу хоть один день. Пусть он будет жив. Пусть он будет жив. Теперь ты мой жених. До моего прихода глаз к нему не спускайте. Накрывайте столы, созывайте гостей. Где мой новосвадебное платье? Помоги нам. Спаси Ирбиса. Что вы? Моя сестра так долго ждала этого. Ты к тому же у него почетная цифра. Десятый муж. А остальные девять где? Стрелы видел. Характер отцовский. Долго не думать. Чуть что сразу. Но первые пару лет ты точно будешь сейчас. Я могу тебе еще свои магии дать. Ты ни один миллион жемчужин вырастешь. Ни одно царство купишь. Только помоги. Пожалуйста. Ты знаешь, что делать? Ага. Идите. Пока не передумал. Мне это больше не нужно. Почему он? Чем он лучше меня? Он же ни о ком кроме себя не думает. Чего ты хочешь? Чтобы ты исчез. Ты постоянно все помнишь. Прости, что я не умею плясать под чужую дудку. Ирбис, ты правда слеп. Не буду вам мешать. Может вот так исчезать? Странно. Где дети? Что мне нужно сделать? Научи. Вспомни, что говорил Переплут. Просто представь. Где дети? У моей матери. Ах да. Вы же не знаете. Дивия. Моя мать. Так. Это ты детей похищал? Не ожидал. Ирчук. Монстр. Да. Я монстр. Но только чем ты лучше меня. Все мы знаем про твое прошлое до встречи с Рызей. Ты сделала свой выбор. У меня больше нет повода тебя защищать. Мне не важно, что ты делал. Я люблю тебя. Какая красивая ложь. Еще вчера я был готов на все ради тебя. Понимаешь? На все. Но ты выбрала не меня. Но ты же не такой. А ты знаешь, какой я. Молодец. А я люблю тебя. Я говорю. Быстрее скорей. Урасть. Ок score. Ах. Есть. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Забери ее магию и отпусти детей. Но магию нельзя, невозможно отделить от жизни. Ты ведь сможешь это сделать? Я не хочу ее смерти. Женщины делают мужчин слабыми, безвольными марионетками в своих руках. Мой родной брат тоже был ослеплен любовью. Он был готов отказаться от себя ради той. И где он сейчас? А у тебя будут сотни таких, когда ты будешь править со мной. Дай только снять проклятие, и я сотру всех в порошок. И даже камня на камню не оставлю. Каждую ночь мне снятся дети, которых я приводил к тебе. И я делал все. Выполни и ты хоть одну мою просьбу. Оставь ее в живых. Ведь я твой сын. Мне надоело это нытье. Ты не мой сын. Я нашла тебя. Полуживого. Обгорелого. В зарослях под стеной. Люди с факелами не нападали на меня? Люди с факелами сожгли твой дом. Даже не знаю, жалею ли я о том, что сохранила тебе жизнь. Но мне нужен был помощник. Я не отдам ее тебе. А я и спрашивать не буду. Ты мне больше не нужен. Нет, не смей! Еще раз демнешься, и я уничтожу детей. Ты же хочешь защитить их. Отныне ты будешь зверем и ночью. Нет! Нет! Скорее повторяйте заклинание, которому вас Арис учила. Что? Дары надо контролировать. Дары должны приносить добро. Нельзя причинять приятелой. Нельзя использовать вода в те пещеры. Только вместе мы сможем выжить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только не трогай их. Это твой окончательный выбор? Я никогда и никому не причиню вред своей силой. Даже врагу. Этому научили мои хорошие друзья. Мы думали, что после Дива и Дивии Истинного придется ждать долго. Но появилась ты с магией света. Имя оправдала себя. Я не только защищала. Я испытывала тебя. Ждала, куда направится твоя сила. Что ты будешь делать в самый тяжелый момент? Наставница. Тебе пора домой. Людям не следует знать большего. Жители нашего княжества! Да, я владею магией. И готова понести наказание, быть изгнанной. Трон займет мой троюродный брат, князь Ярослав. Я уведу всех полукровок отсюда, и мы никогда не побеспокоим вас. А если родятся новые, я позабочусь о них. С этого момента живите без страха. Без страха. Эх, не видать мне коровы. А малоумил ты, что ли? Недвижной теории. Эх, не видя – это холестер. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сделал ее сам Спасибо Я ухожу Хочу увидеть мир не по книжкам Вместе с Ирбисом А вы вернетесь? Угу Ну? Я думал, ты и Ян Ты и правда слеп, Ирбис Ну, думаю, это из-за шрама Субтитры создавал DimaTorzok Я думала, тут что-то страшное, а ты красивый Субтитры создавал DimaTorzok Что, если вечером я стану зверем, и ты меня не узнаешь? У нас все получится Неужели мы на свободе? Я же говорила, что это сбудется? А это и есть Ирея? Да, это теперь наш новый дом А это не мой А это мой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok